В интернете много слухов всяких и о вас распространяют, и вот хотелось бы все-таки выяснить, уяснить вашу позицию на 100%. Вот расскажите, пожалуйста, есть вот такие священники, ну некоторые люди, которые говорят то, что вы хулитель монашества, прям так и говорят. Ну ладно, я это уже слышал не один раз, и не один раз отмечал, у меня в книгах это сказано, ничего это не действует на людей. Ну и пусть говорят, значит, он на большего не достоин, как где-то придумывать и лазить, как объявляются, столы наполнены отвратительной блеботиной по чужой свалке. Я за ними не смотрю, как они признают, мне некогда пошевелиться. Я вот ночью сегодня, сколько, 20 минут первого, я уже сел за компьютер, надо ответить, новые люди, кто-то ушел, кто-то возвращается, что им доказывать? Ну вы против монашества или нет? Вы против монашества или нет? Ну я сколько раз об этом говорил, что я не против монашества, слово мона, об этом апостол Павел говорит, не женатый заботится о Господнем. А женатый заботится, как уводить жене, я добавляю, никогда не уводишь, точно так она. Не замужья заботится о Господнем, это все святые говорят. Я об этом говорю неоднократно, что буду доказывать-то? Если они ничем не занимаются, только этим. Я сказал, они за меня отвечать будут? Нет. Как-то мой разговор на ком-то отвлекся, кто-то из монахов ушел? Нет. Я говорю, если принял, ты все обязан. Даже приходили ко мне монахи. Вот вы говорили против, я говорю, где я говорил против? Я против того, что они сидят за стенами. Или им не спастись никак нельзя. Потому что зарытый талант он принес. Вот я в платок зарыл, там за монастырем сидел где-то, за стенами, за мандрой. Господь говорит, свяжите по рукам и ногам, выбросьте во тьму внешнюю. Так вот, я слышал, ничего не слышал ты. Я говорю, не против. Ты дал обед? Все, завяжи на узел. И кончилось. Не придумывай. Залез туда, залез все. Крайне отрицательно отношусь, когда начинает, как вот Мартин Лютер. На монашке женился сам монах, шесть детей нажил. Как можно? Ты на земле, а Бог на небе. Он разрушит твое дело. А теперь уже у Лютеранта мужик на мужике женится. И все смещается. Еще раз говорю. Господь непрерывно говорил, как прекрасны ноги благовестующих мир. Идите и проповедуйте. Явления какие были. Явился Македонян и приди к нам, помоги. А сейчас видение, икона там в кустах застряла. На этом месте монастырь строит. Никакого отношения к Евангелию-то не имеет то, что сегодня. Где написано, какая притча указывает, что вот построй стену, и там сиди, спрячься, молчи, не говори, ты спасешься. Нет, обман. Притчи все говорят умножал, вышел сеять и сеять. Кто сеет? Считаем деяние апостолов 84. Апостолов гнали. Самые сильные остались в Иерусалиме. Рассеявшиеся ходили, благовествовали. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Это не апостолам говорится. Иначе христианство бы кончилось. Просидели, а вот теперь пришло другое. Другой пришел. И научат вас, где в Каабе поклоняться. Мегко, медийно. Другие будут крестные ходы идти. Бескрестные. Просидели, все, просмотрели. Коммунисты пришли. Не проповедовали, фашисты пришли. Не проповедовали, мусульмане пришли. И так и везде. За все придется монахам отвечать. Зарытые таланты. Люди шли туда не дряблые. Это самые мощные были. И сидели, и их сразу глушили. И главное, три пальмы, чтобы перед входом росли. А зачем пальмы-то в монастырь? Одной, это там кто приходит, чужой, и ведет себя неправильно. Драть его. Пледь висит на второй. Для своих монахов не покоряется уставу. Драть его надо. И дальше, ну и такое все. Только и всего. Так и жили. Евангелие говорит, кто-то донес где-то там Кабардино-Балкарскую. Уверовали. Дальше не пошли. Вот теперь узбеки, туркмены, таджики. Пришли другие через 600 лет. А где христианство приняли, они ничего не могли сделать. Селиком всех не вырезали. А кто отступился, значит, душа под нож пошла. Вот и все. Перед Богом, я говорю. Не надо меня даже в этом пытать. Определенно я вообще... Вы молитесь монахов? Молитесь? Ну, я каждый день молюсь. Примерно 77, поминая наименование. Монахи были. Апостол, Павел, монах. Если так разобраться. В том понимании, в котором я говорю. Он один. Он свободный. Куда угодно посылай меня, Господи. А теперь Василий Великий, Григорий, Богослов, Пиан, Заталусе, Прим, Сирин. Я их перечисляю всех. Кому бы я молился, если я их не посчитал. Какой баптист им молится. Остальное это только говорят от злого духа, который тревожит людей. Они не обо мне заботятся. Молюсь, не молюсь. Я молюсь. У меня из рук не выходит. Иной раз у меня получается на день 18 раз становиться. Правило, да еще 100 поклонов. До 2000 доходит поклонов. А он ни одной не молится и под меня подыскивается. Зачем ему это знать? Это моя жизнь. Я избрал единственно верный путь, который в Евангелии говорится. Хорошо оставаться так. Остался без жены. Не ищи второй жены. Апостол Павел говорит об этом. Первом послании к Коринфянам, 5-7 глава. Вот опять сейчас ко мне звонит кто-то. Ну и что? А еще перестанут они это? Нет, конечно. Нет. На моем тащили, все зубы тащили. Да, обломали. Ну вот труды монахерские. Вы начитывали книги. Вы какие-то труды начитывали монахерские? Которые монахи это делали? Ну хорошо. 5 томов добротолюбия достаточно. Это вы распространяли по СССР эти книги? Я его распространял, так как ни один до меня человек в частном порядке не распространял. Я не просто распространял, а начитал. Житие святых. Сплошь и рядом одни монахи. Андрей Кураев как-то посчитал. Ну по моим книгам люди говорят, не знаю. Ни одного. Ни одного. За тысячу лет в России мирянина не канонизировали. Он говорит, а почему? Хорошо человек работает на таможне, взятки не берет. Конечно, это удивительно. Ни одного. Если только его не казнили. Казнили, тогда святой. А монахи сплошь и рядом. Он монастырь построил, все канонизация. Я категорически против этого. Почему? Первое. Коринфянам 4-5. Не судите никак прежде времени. Ни один не суди, ни двое, ни пятеро, ни синодом. Никак. То есть ни налево, ни направо. Ни в реке, ни проклятие, ни анапима. Доколь не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Во мраке головы, когда еще никому не сказано слово. За мысли, слова и движения будут судить нас. Поэтому монашество нанесло, я считаю, говорю об этом, то, в том виде, в котором оно есть. Большего зла все вместе взятые темные силы не принесли. Они запечатывали туда. У святого Пахомия женский монастырь был, мужской, за рекой. И там они видели рыцарей, которые их крадут. А эти видели принцесс, которых крадут. И только то, как они боролись, как Андрей Кураев говорит, всю жизнь только боролись с анонизмом. А почему? Самое легкое река, не разжигайся, женись. Легкое, приятное, дешевое. Воспитывая детей. А если уж решили жить, как брат с сестрой в церковь, всегда приветствовала это. А если нет детей, ну, есть скопцы такие, родились, кем-то оскопленные. Ну, и так, и проще. Это все приветствуется. Один, ничем не связанный. Я в любое место могу поехать. Сейчас поднялся и все. А так никуда. Вот они рядом, повисли на мне. Десять ребятишек. Куда ты сменишься? Ну, то есть, получается так, что все труды, которые вы получили, толкование все, вы взяли у монахов. Ну, то есть, вы с ними вместе сидели. И отполучали. Дальше вы начитали их труды. Распространили по всей... Распространяли по СССР. Вы молитесь. По всему миру. По всему миру. Не в СССР только. За границу ушло. В Бразилию. Говорит, там... Каких только не было. Увозили туда. А 12 томов Златоуста насчитал. Он там монах. 12. И где он там даже прославляет их. Я это не выбросил ни одной буковки, ни одной строчки. 12 томов Дмитрия Ростовского «Жития». Второй, третий том «Настольные книги священнослужителей». Я оттуда еще нашел 174 жития, которых нет у Дмитрия Ростовского. И жития 20 века мучеников всех насчитал. И патриарха Тихона. Пусть они любовь своих монахам покажут, как я показал. Я еще буду... По делам Бог будет судить. Все понятно. Пятомов Добротолюбия. Они у меня насчитаны. Вы даже Игнатия Бринчанинова, насколько я помню, начитали. Да ибо я опираюсь на него. Он говорит, остались только актеры. Актеры ничего не сделают. Монастырей-то нету. Едва лишь четыре наладан дышащие. Вот и все. То есть стопроцентная ложь. То, что говорят о вас, что вы хулись и монахи. Мне говорить не надо же. Они могут сказать, что я хожу на голове, не на ногах. Мне могут что угодно сказать эти люди. Но я должен время тратить на отвечать. Они неверующие. Им это не поможет ни грамма, что я говорю. А он судит по себе. Потому что он такой. По-другому он не может никак. Род змеиный, ехиднин. Черепаха говорит, перевези меня на ту сторону. А говорит, ты змея. Да нет. Да что сделают у меня ребятишки там. Нет, я переплыл. Переплылаю и сразу укусил ее в шею. Вот так эти змеи на мне ползают. Лезут. Отвечаю, отпадают, новые нарождаются. В глаза меня не видели. А вот вы с монахами, которыми встречались. И которые хотели бросить монашество. Вы им что говорили? Не под каким видом. Они от меня такой отпор получали. Возвращались и на этом заканчивалось. Перестаньте дурить. Вы дали обет Богу. Но вы против. Я не против. Но если ты сказал, все. Кончено на этом. Иди и восполняй, что тебе говорят. Иди на благовестие. Идите и проповедуйте Евангелие. Почему мать Тереза не спряталась? Она благословилась у Папы Римского и пошла в Индии. И первый урок стала писать на стене. А сегодня тысячи послушниц. Все, спаси Христос. Монашество в миру. Монашество. К нам приписывают. Я не монах. Нисколько даже. Но я понимаю, что это не просто так. Вот моя мама. У нее было 12 рожденных. 10 живых. Она неграмотная. Ни одного класса не кончала. И всю жизнь думала. Как в девках она была. И хотела уйти и жить в келье. Келье. Это келья для нее. А 12 ребятишек. Вот тебе и келья. И она, оставаясь матерью-героиней, она была настоящей монахиней. И она, оставаясь матерью-героиней.